В прошлом году в школе номер 14 установили новые умывальники и сушилки для рук, зеркала и мыльницы. Все это стало возможным благодаря победе в конкурсе «Серафимовская школа служения». Уже тогда зародилась идея о том, чтобы дальше развивать и совершенствовать зону для питания. Поэтому в этом году на конкурс представили проект «Оптимизация работы школьной столовой». Суть этого проекта заключается в следующем. Это изменение процессов обслуживания, то есть смешивания двух зон – зоны буфета и зоны раздачи. И плюс ко всему более рациональное расположение столов в обеденной зоне. Чертежи для проекта делала отдельная группа дизайнеров. А схемами и расчетами самого процесса внутри зоны столовой занимались учителя школы. Одно из главных условий конкурса – представить проект с использованием бережливого производства. Такая технология направлена на то, чтобы сохранить здоровье, время и силы учащихся. Этот проект связан напрямую с сбережением здоровья учеников, потому что оптимизация работы школьной столовой направлена на то, чтобы ученики не остались без питания и без горячего питания. То есть процесс был оптимизирован таким способом, чтобы ученики правильно смогли получить свое питание, при этом затратив меньшее количество времени. На реализацию проекта 14-я школа получила грант в размере полтора миллиона рублей. Работы по реконструкции столовой должны закончиться 17 декабря. Напомним, что конкурс «Серафимовская школа служения» проходит при поддержке госкорпорации «Росатом» в рамках развития кластера «Арзамас-Дивеева-Саров». Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».